здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова рада приветствовать вас на моем канале и сегодня вас ждет очередной разбор разбор карена шахназарова многие из вас смотрели его фильмы многие знают его с другой стороны он сейчас руководит мосфильмом но несмотря на то что мало кому он интересен может быть как личность не такой уж он скандальный может быть не так часто они говорят и нет инфоповодов да и вроде бы интервью довольно скучно и было да но некоторые вещи мне показались интересными для разбора потому что я вам обещала делать не просто разборы невербалики но и копаться в вопросах вот именно которые вызывают споры сейчас в обществе копаться глубже разбираться вообще вот не просто принимать на веру а разбираться вот в тех вещах в которых может быть мы раньше не разбирались всем нам пришлось вот 24 февраля стать политиками стать начать разбираться вот в том что происходит потому что у части населения просто земля ушла из-под ног участи населения перри произошла переоценка ценностей и ну в общем то понятно что все мы разделились на два лагеря я пытаюсь вот искренне пытаюсь понять какие-то тезисы противоположного лагеря но пока вот пока у вас не не получилось меня переубедить всегда открыты комментарии под всеми моими видео если я буду видеть достойные комментарии на которые ну вот я я посчитаю нужным отвечать я буду делать вот разборы именно по ходу ваших вот этих тезисов пожалуйста оставляйте свои аргументы причем вот прям четко чтобы я видела до аргументы которые рабочие да и вот с ними мы будем дальше работать сегодня невзирая на то что герой может быть недостаточно интересен но некоторые вещи он сказал и я копнула в сторону фашизма насколько я понимаю самая большая претензия к украине за про то что они сейчас вот именно фашистами стали да поэтому обязательно оставайтесь до конца потому что я провела мини расследование которым с вами поделюсь и мы с вами выясним действительно ли фашизм имеет место быть вообще в наше время вообще конечно звучит дико но давайте разбираться да и так следующий ой первый фрагмент давайте смотреть мою а то что режет реа новости и лента в этого верить ну что значит верю я таскать читаю но я анализирую то что если это совпадает примерно с моим пониманием ситуации я верю но я во-первых вот смотрите он сейчас сказал очень интересную вещь которая является ловушкой интуиции на которую все пропаганды очень четко ну вот давят знаете вот у пропаганды есть определенное количество кнопочек да и вот например у нашей интуиции есть прям четко 10 четких кнопочек на которые можно надавить вот эти кнопочки я так сейчас секундочку я тут я не пропала дан эти кнопочки у меня есть видео я думаю что ссылочку сделаю вот на в этом углу да будет ссылочка на значит а их 10 я не знаю сейчас стоит ли их все перечислять нет не буду тратить время просто если вам интересно вы сможете пройти по ссылочке либо под этим видео я оставлю тоже ссылочку на то видео там не только 10 ловушек интуиции но там еще и механизм как наш мозг работает для того чтобы мы поверили в самую чудовищную самую нелепую информацию у нас есть для этого все ресурсы понимаете человек настолько вот он думает что он очень умные что он сам принимает решение но решение принимаются теми кто понимает этот механизм поэтому наша задача сейчас не только разобраться в геополитике не только разобраться в том что происходит в чем я буду усиленно и вам помогать и сама буду по ходу разбираться потому что многие вещи до 24 февраля я совершенно не понимала да сейчас уже картина становится яснее но еще мы будем вот еще нужно знать вот эти механизмы которыми на нас воздействуют чтобы становиться неуязвимыми перед ними и вот здесь вот как раз он сказал про кнопочку номер 7 что это за кнопочка а вот она эта кнопочка информация как как внедрить человеку информацию да просто человек быстрее согласиться с информацией которая ближе его убеждением то есть ну хоть частично он должен видеть что это ну вот какие то определенные какая-то определенная система ценностей у каждого человека есть и вот если мы дадим информацию опираясь на его систему ценностей то эта информация точно зайдет да вот если она будет как бы продолжением того что он уже знает если эта информация не войдет вот в этот ну вот в в эту траекторию дату она пролетит мимо это очень четко используется нашими политиками но давайте я еще раз включу этот фрагмент потому что остановила и и он опять отмотался назад мою я тоже стараюсь от риа новости и лента в этого верить ну что значит верю я таскать читаю но я анализирую то что если это совпадает примерно с моим пониманием ситуации я верю но я во-первых понимаю что нет ни одной новости однозначным войне не может быть просто не может быть потому что война сама по себя на такова что она меняет все в течение там то сказать десяти минут а вот здесь вот еще одна ловушка манипуляция по большому счету вот он сейчас сидит и раз рассуждает это демагогия это уже манипуляция с его стороны которая призвана увести нас с вами в другую сторону вот это вот забалтывание кстати по поводу манипуляции у меня под видео есть курс по манипуляциям он недорогой там 990 рублей но он очень четко описывает вот эти механизмы опять-таки манипулирование и вот один из них это как раз забалтывание демагогия когда человек вместо того чтобы давать четкий ответ он начинает говорить не все так однозначно то есть распыляет вот информацию есть четкий ответ да он говорит не все так однозначно да но я скажу противовес да что все таки есть три вещи которые действительно однозначны первая вещь война уносит жизни это первое да и с этим никто я думаю из даже тех кто за войну те тоже со мной не поспорят да ну конечно вы очень благородно до считаете что ради великой цели можно пожертвовать несколькими жизнями но давайте все таки признаем тот факт что жизни уносит это спецоперация второй факт война идет на территории украины да значит россия напала россия агрессор и это уже вот физический факт да вот как яблоко падает с дерева на землю так и этот факт от него никуда не денешься да поэтому не надо вот здесь вот как-то перебрасывать и жонглировать фактами этот факт четкий и понятный а ну если кто-то захочет со мной поспорить пожалуйста комментарии открыты дальше третий факт украинцы защищают свою землю вот представьте к вам в квартиру ворвались грабители или я не знаю ну кто так вам ворвался но предположим даже что это там не знаю полицейские да но все равно вы защищаете свою землю ну кстати полицейские это скорее бандиты переодетые вот мое такое убеждение но это наверное мое оценочное осуждение поэтому его мы опустим пока а значит три факта которые я считаю что они однозначно а то что он вот нас пытается рассредоточить наше внимание если в разговоре с вами человек начинает вот это вот не все так однозначно значит знайте что он однозначно хочет вас склонить на какое-то свое мероприятие до которое вам делать будет не очень выгодно как минимум вообще это вот в данном случае это очень опасно когда вот таким образом вас вами манипулируют да и ну вот заставляют вас склоняться на сторону не совсем правильно поэтому любая новость она отчасти только может быть достоверно да конечно будем считать что это его мнение но как бы три факта я привела которые действительно достоверны и с которыми я думаю по крайней мере пока никто не не готов спорить ну я думаю что в дальней и дальше вот в процессе нашего сегодняшнего разбора у вас появится повод со мной поспорить но как эти эти три факта я думаю оспаривать не стоит дальше следующий фрагмент я честно говоря не 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 верю в информацию интернет видите как говорит очень неуверенно жестов нет руки сложены тело занимает мало места в пространстве вот здесь вот мне его территория да я не доверяю поэтому а кому доверяете соловьеву я соловьеву доверяю бы естественно если я хожу к нему я то сказать я я бы не ходил тогда не выступал бы там видите он действительно верит соловьеву у него включились эмоции но видите да то есть мы здесь с вами не первый день занимаемся и видим по его невербальному поведению что здесь действительно человек который доверяет соловьеву но тем тем он нам и интересен да то есть почему я его назвала вот этим словом в своих соцсетях вот именно поэтому потому что вот он прям безоговорочно верит соловьеву но видимо в силу того что ну вот 7 7 кнопочка была нажата правильно да дальше следующий фрагмент надо признать главное что это видно что большая часть населения она народа нашего она в общем не то что она поддерживает войну она понимает что это все таки столкновение россии с западом и она такое столкновение к чему все шло и в общем то что она случилась сегодня но случилось сегодня но на мой взгляд она неизбежно на мой взгляд это было это было неизбежно расширение над это безудержно это приближение к российским границам здесь он действует но и видимо грамотно нажали на седьмую кнопочку и прям четкие установки память методички я кстати нашла в интернете как разговаривать с людьми которые против спецоперации там прям четко описано как с нами разговаривать и я думаю по этой методички надо снимать видео потому что там такие нелепые объяснения но видимо кому-то заходит но значит выдает определенные страшилки которые пропаганда внушает это конечно же элемент большого плана надо внушить угрозу для того чтобы все сплотились ну то есть если вот например сейчас украина почему она сплотилась потому что угроза реальная до пришла на к ним в дом да а здесь получается что нужно создать эту угрозу ну и соответственно мы воюем с западом мы воюем там вот это русофобия вот эти все вещи я обязательно сделаю видео об этом обо всем потому что это настолько все придумано и такие фантазии конечно но с другой стороны это надо объяснять потому что ну неподготовленным мам да и не то что даже не подготовленным а тем кто просто даже не понимает вот вот этих вот механизмов вот этих кнопочек да на которые давит пропаганда вот эта работа мозга манипуляции то есть вот это все как единая машина работает над нашими мозгами уже в течение долгого времени это понятно что сейчас очень многие верят этому поэтому ну вот я буду со своей стороны это постепенно с этим работать вот так вот может быть кто-то из вас меня в чем-то убедит пробуйте в комментариях пожалуйста я с удовольствием буду брать это на заметку да а значит дальше следующий ну просто аргумент еще мне понравился и зашла во вкладку новости и первое что мне попалось было вот такая вот ваша цитата можно процитировать противники вот этой буквы z должны понимать что если они рассчитывают что их пощадят нет их не пощадят это все по серьезному уже это в случае чего концлагеря это перевоспитание так сказать стерилизация смысл в том что я сказал о том что это будет со всеми россиянами либо все случаи в том числе это будут осуществлять в том числе и те кто сегодня против они так сказать тоже окажутся в этом числе и потом это вырвали из контекста естественно как это положено да конечно манипуляция высший пилотаж то есть он мне сейчас сказал что я тоже буду отвечать вы знаете я не боюсь отвечать я не боюсь отвечать вот за эти вещи точнее я боюсь отвечать за то что я не сделала что-то чтобы это прекратить я боюсь ответить в конце жизни перед богом за то что я ничего не сделала вот вот это вот самое страшное чего я боюсь то что нам всем придется отвечать я отлично понимаю и это меня не убедит встать на сторону за спецоперацию и поддерживать ее потому что я знаю что высший суд он это не на уровне того что происходит между людьми я отвечаю в первую очередь перед своей совестью и сейчас я делаю все возможное чтобы это остановить кроме того я делаю все возможное чтобы остановить моих соотечественников от того что они сейчас совершают ошибку под воздействием определенных манипуляций ловушек интуиции работы мозга то есть вот это все я понимаю как это работает и я понимаю как человек разбирающийся в этом все я понимаю в какую ловушку мы все попали и сейчас я пытаюсь хоть кого-то из этой ловушки вытащить вот что и то что вы сейчас пытаетесь как-то сказать что мы все ответим да мы все действительно ответим но я не хочу чтобы на моих глазах происходили убийства я не хочу чтобы я мучилась совестью до конца своей жизни если я сейчас буду молчать и буду или не дай бог буду поддерживать это безобразие я боюсь что мои дети будут жить в северной корее которой мы сейчас очень успешно идем если кому-то из сторонников очень хочется то посмотрите пожалуйста в интернете да вот что это к чему мы идем вот мы к этому идем ребята так что не надо сейчас вот запугивать тех кто у кого еще осталось хоть немного критического мышления поэтому это конечно манипуляция для каких-то умственно отсталых или я не знаю или каких-то трусливых но я я в общем не знаю в общем у каждого свои свой взгляд на меня этим точно не запугать я готова нести полную ответственность за то что когда-то я не не интересовалась политикой хотя сегодня мы еще коснемся этой темы как как это все происходило да поэтому здесь конечно вина россиян такая косвенная отчасти но и все равно она есть куда куда деваться а сейчас просто многие даже я думаю что поддерживает просто из страха что действительно придется ответить ребят нам придется отвечать это это сто процентов нам придется отвечать и сейчас вопрос в том я конечно понимаю что есть пословица 7 бед один ответ но знаете все таки отвечать лучше пока сейчас еще можно это остановить нежели когда уже будет еще больше жертв с обеих сторон тогда конечно да это жертвы в любом случае хоть один человек погиб хоть и там один дом разрушен это плохо но чем больше жертв тем хуже ответ будет и тем больше бремя ответственности поэтому а вот в этом плане я не не согласна что надо всем тихонечко выжидать пока это все не закончится будет только хуже вот так вот вот такой мой вердикт а дальше давайте смотреть это очень сложная ситуация вся эта ситуация с войной на украине она она тяжелая я считаю вообще гражданской войной знаете напускание тумана да это все очень сложно это все мы не поймем это знаете вот это тоже уловка такая что но не лезь не лезь туда зачем тебе напрягать мозги а это человек так устроен он не хочет напрягаться но естественно все мы хотим хорошее тело но мы не хотим физически работать все мы хотим хорошо жить но мы не хотим чему-то учиться это нормальный человеческий процесс в общем то и здесь он как раз надавливает вот на такую струнку да нашу которую да нет и сиди за тебя все решат все сделают не переживай все будет чики-пуки не будет ребята не будет чики-пуки надо напрягать мозги надо думать надо заявлять свою позицию да поэтому и кстати это гражданская война я не поняла это чего уже украина россии считается или что или или это украинская какая-то гражданская война это вообще знаете такое очень очень уж политическое заявление гражданская война она совсем не гражданская гражданской войне и ожесточение как говорится приобретает форма совершенно маниакальная и так сказать правда у сторон у каждого своя то есть опять пошла раз фокусировка да в разные стороны еще ручками помогает да еще поклоны в разные стороны тип типа ну я и вас понимаю я и вас понимаю да ну вы поймите меня тоже вот эти вот всякие ухищрения это все чистейшая манипуляция ребят он просто не хочет четко отвечать на вопрос это для многих не не им 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 трудно они не не все разбираются в геополитике не все это сказать искушены во всяких всевозможных так сказать исторических параллелях но выступают против потому что считают что но условно это не дело россии не наше это дело разбираться кто там нацист но это естественное состояние вот страны в которой в которой идет такая собственно если мы посмотрим на всю историю таких конфликтов они кстати не новые вообще то это если разобраться это я говорил это тут наверное на руководство россии начиная эту операцию не подозревала что вообще будет такой эффект ошеломляющий видите как он руки сложил да это говорит о том что действительно руководство по его мнению испугалась но и действительно есть чему испугаться да они хотели в три дня все уладить а тут бах уже уже три месяца и никакого результата до минимальные результаты которые но извините ни о чем не говорят данный сказать но это такие операции югославии было так сказать американцы десятки раз они входят бог знает куда знаете вот это такая классная манипуляция опять таки для того чтобы человеку человека заставить сделать реши как решение которое будет выгодно манипулятору до сказать да это ж не страшно господи да смотри вокруг тебя сколько убийств происходит да пойди ты убей что тебе страшно что ли вот смотри этот убил вообще даже не посадили этот вообще там и то есть вот таким образом это подстрекательство да но она к сожалению работает потому что когда мы видим что не произошло никакого возмездия за ну за то что произошло да мы думаем а почему мне нельзя а вот нельзя ребята потому что каждый из нас действительно отвечает перед своей совестью и даже если ну вот сейчас кажется что за это не будет никакой ответственности ребят ответственность будет и очень сильная и очень большая и чем больше мы это затягиваем тем больше будет ответственности поэтому я вот мне говорят а чё ты лезешь да потому что я знаю потому что я жизнь прожила ребята потому что я понимаю вот вот такими вот благими словами да ну посмотри же да вон вон он он там преступник он преступник что ты из себя строишь и папу римского да пойди укради чуть будет то а вот вот это вот как раз и есть то что потом в дальнейшем приводит к тому что жить становится каждому из нас намного хуже именно в отношении своей совести и ребят все мы там будем и и что мы там скажем я конечно понимаю что много тут неверующих и так далее но в общем то я считаю что все равно это неизбежно у каждого из нас все мы умрем и все мы ответим вот в каком виде это происходит я не знаю вернее я я догадываюсь да но я знаю что это с этим жить очень тяжело вот с такими вот вещами которые вам на уши вдувают что это все да ерунда господи да сделает это там знаете как тяжело это все переживать это прям страшно тяжело и ну в общем я нам всем очень сочувствую нам уже с этим жить да и всегда в их обществе тоже масса было людей которые были противниками которые сомневались поэтому ничего там такого как говорится нет но смотрите как он ловко переключает наше внимание то есть манипулятор он очень четко знаете вот так вот умеет жонглировать нашим вниманием да вот посмотрите а там что а там тоже были недовольны все равно же делалось это да и то есть мы думаем да ладно ну чё чё нам возмущаться да пусть уже быстрее это закончится да чтоб чтоб мы уже не наблюдали чтоб на наших глазах не убивали уже да ну ты давайте уже просто пусть они уже покорятся да пусть уже будет все как как считает наш великий брат до великий корм чей наш да ну пусть уже все они рыпаются что они сопротивляются вообще да но вот вот это вот к сожалению путь в никуда для нас в первую очередь для нас первое мы конечно об этом много здесь говорили по поводу вот кстати единственная здравая мысль и видимо высказанная в горяча из горяча я я понимаю что это как раз во время съемки программы если это еще и прямой эфир то видимо остапа занесло и он сказал нечто лишнее лишнее в контексте этой программы но вот за это ему браво он сказал действительно очень хорошие слова давайте смотреть разорванности украинского народа его как бы север юг там запад восток и я про это много говорил но надо отдать должное они за 30 лет судя по всему вообще сколотили нацию та нация которая за пределами ну донбасс крым но вообще ощущение что вот эта нация которая центральная западная украина она стала достаточно единой ну давайте не не будем смотреть мы не видим массовой сдачи в плен мы видим мы не видим так сказать особые как говорится особой приветливости со стороны украинских граждан мы видим упорное сопротивление в с у которой как бы видимо полагалось что они кроме нацбатов с его видимо как то они не будут сражаться они сражаются мы не будем отрицать реальность поэтому мне кажется за эти 30 лет они они превратили их в единую нацию какую-то в единый этот не факт что это что эта война для них не станет мифом все-таки надо какое-то обращение к украинскому народу он все-таки должен точно понимать чего мы хотели хотите нашего исторического мифа вообще мы мы сейчас поскольку мы отбросили советское все у нас осталось вот что нас связывает сегодня у нас а теперь он говорит о россии осталось да у нас осталось вот это они стали ли мы заложниками вот того что главное чем мы гордимся это победа в войне и соответственно поэтому условно мы хотим пичкать зрителя вечным вот этими нацистами вечными с которыми мы боремся их побеждаем ну слушайте лучше иметь хоть что-то объединяешься вообще ничего не иметь браво золотые слова вот вот две золотые вещи да вот он сейчас что сказал что украина объединилась и честь и хвала ребята а россии не на чем объединяться до россия на самом деле вот-вот но никак не объединена и вот пытаются нас пичкать вот этой победой дакан которая уже была давным-давно которую уже переиграли в тысячу раз и в общем то да я понимаю это безусловно классно вообще что у нас есть такая страница в истории но это не то что сейчас объединит молодежь и заставит сражаться за за родину и кстати какая родина какая родина мы вторглись на территорию чужого государства это уже как бы совсем другая история да поэтому здравые вещи он все-таки говорил но потом он по 5 по 5 понес пургу не хочу обидеть украинский народ я много раз говорил о том что я считаю что это народ что он сложился свой ну конечно это не укрыть десяти тысячелетней давности он сложился в тяжелых условиях под поляками турками в составе московского там российской империи советской но у них был тоже этот миф это был их великая отечественная война вот они от него отказались и что в ответ что они могут предложить они проиграют они с таким листом они предложить но этот миф очень очень важен это действительно великая великая часть нашей истории ну да остапа понесло так чтобы попасть в струю чтобы не потерять мосфильм и так далее не потерять свое кресло до в конце вот это явно было сделано чтобы лизнуть пятую точку нашему дорогому руководству да здесь в общем то понятно дальше следующий фрагмент вот здесь вот конечно прокололся но неужели вы действительно не понимаете что сегодня есть вещи которые для человека из этого мира но ты не можешь сказать просто тебя уничтожен ты должен говорить вещи которые ты должен говорить если даже намек будет на то что ты сказал не то сделал не то или это сказать как-то даже показал вид что не то тебя просто вычеркнут жестоко вычеркнут до концлагерей там еще пока не дошло но может дойти понимаете не говорят но это конспирологию вы сумасшедшие там слушайте а что германия великая цивилизация как они дошли до концлагерей тоже казалось нет как это может быть как это может быть вы вспомнить вова да здесь конечно же он прокололся и я вот здесь в на этом моменте мне стало его даже жалко потому что действительно человеку есть что терять и сейчас он сказал не в контексте украины да вот сравнил с гитлеровской германии и не зря сравнил потому что человек все-таки он мыслящий как ни крути и он отлично понимает к чему все это идет поэтому в этом контексте я бы хотела развить немного эту мысль по поводу того как гитлер приходил к власти вот это очень интересный момент и здесь но просто напрашивается параллель с нашим путиным но много вещей которые происходили вот у них у обоих одинаково да но здесь вы можете вот я сейчас отстранюсь немножко вы можете поставить паузу почитать ну вот вот это вот гитлер да вот вот это строй этот столбик здесь путин этот столбик ну прям знаете идентично да вот ну это то что мы знаем то что мы можем сравнить да то что как бы топать очень глубоко не надо просто забить в том же яндексе я прям в яндексе специально так как знаю что это пророссийский поисковик забила вот эту информацию нашла вот эту картинку ну как бы это это то что мы все знаем да но здесь как бы эти параллели ерунда по сравнению с тем а как на самом деле путин приходил к власти здесь я хочу немножечко вам историю рассказать про сначала про гитлера а дело в том что он как он становился значит 33 году гитлера значит поставили на должность главы нового коалиционного правительства рейхска канцлера на 5 марта были назначены выборы но на этих выборах гитлеру ну вот понимал что он не победит ну вот он не был уверен точнее в победе он он все делал для этого у него все для этого было но он понимал что у него есть два конкурента это коммунисты и кто там еще национал в общем еще кто-то в общем было два этих две противоборствующие партии и как он поступил он очень грамотно грамотно сделал такой интересный ход коню как вообще сделать вот я очень вам рекомендую вот это видео посмотреть где я разбираю вот механизмы именно мозга как мозг работает случае если появляется какая-то внешняя угроза то весь народ ополчается против источника вот этой угрозы да поэтому для того чтобы народ объединить в какую-то общую идею надо им просто показать какую-то угрозу если этой угрозы нет то надо эту угрозу создать и гитлер очень грамотно все сделал значит смотрите 24 марта ой 24 февраля полиция снова устану это вот гонение на коммунистов да значит 27 февраля в 22 часа берлинские пожарные получили сообщение что здание рейхстага горит несмотря на все усилия пожарных здание было охвачено огнем только в 2330 пожар был потушен а в горящем здании был задержан нидерландец маринус ван дер любе который принадлежал к партии коммунистов то есть вот эти все погромы коммунистические они только сплочали до народ ну то есть получается что это был ну видимый террор до против одной из партий да а как эту партию обезопасить надо сделать так чтобы эту партию начали бояться и вот произошел этот пожар и на этой на фоне этого всего да еще не был потушен пожар а уже верстался номер официальной газеты сложно читать которая вышла рано утром 28 февраля 33 года сенсационным сообщением поджог рейхстага дело рук коммунистов найдены планы коммунистической партии развязать гражданскую войну в германии не видите никаких параллелей пока но я вам покажу сейчас смотрите гордону еще при жизни давал интервью березовский я так как фрагмент довольно длинный он очень обстоятельно все рассказывает я его сделала скомкала немножко и поэтому голос у березовского и у гордона будет немножко писклявый и немножко быстрый но давайте посмотрим это четыре минуты вот про то как путин сделал то же самое вот давайте смотреть очень часто приходится слышать от людей которые много знают что за истории с взрывами на каширском шоссе за история с гексогеном за норд-остом за бесланом рассматривается тень путина что вы на счет думать что касается история взрыва жилых домов москве осенью девяносто года то с одной стороны я бы в центре политических событий в девяносто я году касток с открытой компании более того хочу сказать что я в то время не считал что это спецоперация может потому что был зашел были глаза зашорены потому что я действительно абсолютно верил что мы можем совершенно демократическим путем до привести выграем а потом стали считать что это спецоперация безусловно более того не просто считать а собрал огромное количество фактических материалов которые подтверждают то есть дома на каширском шоссе в москве специально взорвали гипноза на терминных фактов который ярче других показывает что происходило это неудавшийся попытка взрыва в рязани дома в рязани историк абсолютно кристально то что она вся официальных информационных сообщениях в прессе в документах фотографиях видеозаписях и прочее происходило прошло следующий историю это уже после взрывов на каширском шоссе после того как все боялись гексогена после взрыва на каширском после взрывов в алкадонске значит водитель автомобиля в рязани заметил двух людей которые выгружали мешки около подъезда дома подозрительные мешки и он сообщил об этом орган не знаю честно фсб он сообщил местную милицию короче говоря было задержано два человека с этими мешками в подвале этого дома в мешках и вот я сейчас рассказываю дальше информация которая вначале появилась вот с самого начала когда сообщили о том что о том что предотвращена предотвращен террористический акт в этих мешках оказался гексоген и взрывного устройства при этом два сотрудника которых задержали оказались террористы а через очень короткое время удалось задержать этих сотрудников там же в рязани и оказалось что они сотрудники фсб арестовала их региональные они были сотрудниками центрального фсб то есть центральный фсб не поставила в известность региональный фсб об этой спецоперации те люди которые были на опознание что ли да во первых было снят взрывное устройство и размещено и в газетах местных и на интернатских сайтах а во вторых были показания одного из учащихся участвующих в этой операции предотвращение вот этого таракта что это гексоген по моему на следующий день или через день было совещание в кремле где выступал с промежутком в полчаса в то время министр внутренних дел совсем недавно вышел в отставку потом он был секретом сайта безопасности в кремле провели совещание через несколько дней буквально через один день где последовательно полчаса выступал министр универа рушаева и директор фсб патрушев которые сделали два противоречия заявления рушаев сказал о предотвращении а патрушев заявил о том что это были учения это были учения и вот бдительный советский народ значит схватил за руку и т.д. а гексоген настоящий дальше 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 больше дальше патрушев сказал что это был не гексоген это был сахар и более того мы вывезли на полигон и проверили это был действительно сахар извините ребят если это учение если сами устраивать но более того вот фотография вот это взрывное устройство назвали муляж скажу что это был муляж они вновь но устройство которое было помещено в гексоген каждый из мешков это 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 взрывное устройство появилось на фотографиях и здесь когда я проводил расследование я нанял экспертов английских и французских которые по фотографии должны были установить вот этот монтаж который сделал проводов это на самом деле работающий как бы штука хотя бы как схема взорвать это дом вязание я хочу сказать только не подтвердили что схема абсолютно нормально так вот если это был муляж совершенно они что придет специалист который из бдительных граждан которые привели что это то есть хотели реально взорвана была попытка попытка взрыва дома вязания ну так вот в девяносто девятом году всех нас сотрясли вот эти события я помню что на этой волне страха когда там взрывались дома мы все боялись террористов мы конечно же выбрали путина там но мы все было просто дикая поддержка путина народе но давайте все-таки раскручивать это дело да вот фрагмент сюжета с выступлениями о которых березовский говорит да вот как раз вот эти два выступления двух чиновников до которые противоречат друг друга давайте посмотрим на прошедший 24 сентября расширенной коллегии мвд министр владимир рушайло с пафосом отчитался об успешно проведенной в рязани профилактической операции работа уже ведется есть положительные сдвиги об этом в частности свидетельствует вчерашнее предотвращение взрыва жилого дома в рязани однако не прошло и получаса как с ответным словом в кулуарах министерства выступил глава федеральной службы безопасности николай патрушев это не был взрыв во-первых во-вторых не предотвращать видите смотрит разные стороны говорит вообще абсолютно не несмотря вот в нижнюю часть то есть ну вот здесь как правило образы до которые там выстроены да не те которые вот он прочувствовал прожил что называется если бы это была спецоперация то конечно же он по-другому об этом говорила здесь он как-то так облачно рассказывает а вот смотрит в разные стороны вот это это было вот вот это чем и думаю что не совсем четко сработали это было учение там был сахар и смотрите в конце там был сахар выставляет лоб то есть саботирующая позиция это моя позиция и прошу с ней считаться вот именно так он это сказал да в конце поджимает губы и презрение и здесь я вам сейчас и такая такое презрение то есть улыбка без участия глаз и с поджатыми губами то есть я четко вижу что здесь он четко прям врет да и посмотрел прям в глаза корреспонденту сначала вот он был брал образы да откуда-то откуда-то а потом посмотрел прямо на корреспондента и ему понравилась эта реакция да и можно сказать что он увидел вас возможно он увидел страх или увидел что он действительно обладает таким вот авторитетом что ему верят безоговорочно и вот это вызвало в нем презрение а теперь смотрите вот эта схема которая позволит вам понимать дело в том что человек когда врет или не врет но в основном если он врет ему ему важно наблюдать за реакции собеседника да и когда он видит что его ложь зашла видит реакцию верю то у него будет презрение если человек невиновный говорит ну вот говорит правду да и он увидел что в эту правду верят то у него будет радость более искренне чем вот вот презрение она как раз и отличается тем что только губы причем напряженные губы при этом человек может смотреть вам глаза ну то есть он считывает вообще человек когда говорит правду неправду он будет считывать да вот как это заходит и вот по реакции мы можем понимать насколько человек правдив и вот пожалуйста в данном случае я прям четко говорю что патрушев да вот последним был патрушев он прям четко четко врет вот как интересно нас с вами оболванили в девяносто девятом году теперь ну мы понимаем да с кем имеем дело и знаете вот тут такие параллели которые вот лично для меня показались довольно интересными знаете вот я вам сейчас показываю коричнево рубашечники были вообще у гитлера были такие боевые отряды которые запугивали ну коммунистов там еще кого-то кто против гитлера пытался как-то сказать да вообще гитлер он же его выбрали до его выбрали для того чтобы его выбрали ему нужно было на всех сферах дабы победить давай во всех направлениях и вот одно из направлений это как раз вот силовые какие-то действия и для силовых действий у него были штурмовые отряды вы были такие как стальной шлем коричнево рубашечники ну то есть боевики гитлера часто они просто устрашали народ но чаще расправлялись с мирными жителями знаете вот у меня такая параллель вот нет я конечно не хотела бы таких гров громких сравнений но вот то как они сейчас идут да очень сильно напоминает как например ночные волки по крыму ездили с флагами да и вот во всех местах где надо что-то решать проезжаются такие байкеры с которыми лучше не спорить да ну то есть путина тоже есть такие вот боевые отряды до кадыровцы те же самые а здесь вот я нашла фотографию гитлеровский как гитлер работал с молодежью знаете меня потрясло вот смотрите вот здесь вот прям четко буква z я раньше этого не видела честно говоря вот я бы я просто в шоке да и вот пожалуйста у нас тоже эту букву делают из детей да вот вот это абсолютный абсурд вообще который я не знаю как это можно вообще воспринимать это дикость просто вот понимаете если тут хотя бы просто навесили на эти трубы да там на какие-то инструменты да для красоты то это понимаете это как-то дик диковато смотрится но здесь вот прям уже из детей делают буквы z и самое интересное что я хотела вам показать для сравнения вот пожалуйста речь гитлера а 1 сентября 39 года перед вторжением в польшу и началом второй мировой войны и речь путина перед вторжением в украину давайте сравним что они сказали и так гитлер сказал данцинг был и есть германский город коридор был и есть германский обе эти территории по их культурному развитию принадлежат исключительно германскому народу дальше а теперь что сказал наш горячо любимый путин вот пожалуйста еще раз подчеркнул что украина для нас это не просто соседняя страна это неотъемлемая часть нашей собственной истории культуры духовного пространства то есть здесь идентично да просто чуть другими словами дальше как и на других германских территориях на востоке со всеми небе немецкими меньшинствами проживающими там обращались все хуже и хуже да ну то есть риторика про то что немецкие меньшинства проживающие там до нуждаются в нашей поддержке дальше принято решение о проведении специальной военной операции ее цель защита людей которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательством геноциду со стороны киевского режима то есть в общем то речь идет о людях которые страдают до людях наших соотечественников ну и соотечественников немцев как всегда я пытался мирным путем добиться пересмотра изменения этого невыносимого положения это ложь когда мир говорит что мы хотим добиться перемен силой а да вот видите там тоже мир говорил да ну это был как это у нас это называется русофобия там у них тоже как-то называлась да то есть весь мир против нас все нас боятся все нас ненавидят а мы такие белые пушистые мы такие в белом пальто доста и дальше на 30 на протяжении 30 лет мы пытались договориться с ведущими странами нато о принципах равной и неделимой безопасности в европе мы никому и ничего не собираемся навязывать силой да говорит путин и и тут же нападает да то есть видите идентично да весь мир против нас мы мы такие в белом пальто стоим все против нас почему-то ополчились да знаете вот как вот живете вы во дворе да и у вас там есть какой-то неадекватный человек вот либо он хулиган либо он вообще вот знаете вот есть такие такая категория людей которых в психбольницу не берут по каким-то причинам но они явно вот клиенты психологических этих учреждений психических и и вот тебе страшно ходить по двору да и знаете вот то что вы боитесь с ним сталкиваться это не говорит о том что вы изначально к нему как-то не как-то вот относитесь предвзято да на самом деле вы понимаете что если вы не будете опасаться этого человека он набросится на вас может вас покусать он может на вас наорать вам не хочется просто связываться с этим человеком и вы стараетесь его обходить стороной а он начинает кричать что вы вообще русофоб еще не дай бог он узнает что вы другой национальности он скажет а я русский да вот вот он меня потому что я русский он меня ненавидит да вот вот то же самое происходит понимаете на дальше в германии нет никаких интересов на западе наши интересы кончаются там где кончается западный вал говорит гитлер и путин при этом в наши планы не входит оккупация украинских территорий нужно ну просто брау да есть если однако враг решит что это дает ему карт-блан чтобы вести войну всеми средствами то получится крушающий зубодробительный ответ и путин говорит ответ россии будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям с которыми вы в своей истории никогда не сталкивались мы готовы к любому развитию событий говорит путин и нападает на украину при этом внушает что гитлеры там не знаю фашисты сидят в украине но по всем признакам фашисты находятся именно россии и самый главный вот пожалуйста перед вами да поэтому вот такая вот история но что поделать приплыли так приплыли а да значит но это еще не все я просила вас оставлять комментарии есть довольно достойные обстоятельные комментарии где мне прям по пунктам далее претензии к украине поэтому по каждой претензии я буду делать разбор согласны вы с этим или нет пишите в комментариях пожалуйста вот под этим видео пожалуйста есть курс по манипуляциям есть курс по эмоциям уже готовы он в общем на другие курсы можете записываться если вам интересно но самое главное что обязательно к изучению это вот курс по манипуляциям и видео и я там вот под этим видео тоже сделаю ссылочку на то видео как работают с нашим как работают наши мозги почему мы так поддаемся вот этим вот манипуляциям и ловушки интуиции вот это все обязательно надо знать ребят потому что манипуляции происходят я раньше думала что самые страшные манипуляции это только в торговле ребят я не думала что в политике нет я знала что в политике это используется но я не думала что мы станем заложниками вот этих чудовищных манипуляций и и приплывем вот к такому результату плачевному поэтому ребят я не враг а вот если кто-то считает что я там какую-то виду не ту деятельность я я вас отлично понимаю я понимаю что трудно себя переубедить трудно пойти вот и рассмотреть ту точку зрения которая вас ранит я понимаю что легче считать что украинцы виноваты да легче считать что они фашисты но когда ты начинаешь эту ситуацию рассматривать ты видишь что а нас обманывают ребята нас обманывают и чем быстрее вы это все увидите тем лучше будет для всех понимаете не только для украинцев но и для вас в первую очередь поэтому пожалуйста ребят очнитесь я очень вас молю я я прошу вас думайте хорошенечко включайте критическое мышление я не не осуждаю я понимаю что когда дуют в уши в течение там многих лет ты рано или поздно начинаешь доверить да что я просто телевидение когда вот когда телевизор захожу случайно к своей матери да вот в комнату и я вижу что она смотрит телевизор и все аргументы которые я слышу они довольно убедительны только не убедительно то что вот это убедительно пока не начинаешь в этом копаться понимаете а когда начинаешь в это вникать чего никто не делает из тех кто смотрит телевизор да зачем им копаться они слышат раз по телевизору сказали значит надо верить да вот не будьте такими ребят иначе мы все вообще просто придем в северную корею если хотите туда то это страшно да в общем на этой нерадужной ноте я с вами прощаюсь следующие разборы у меня будут тоже с уклоном вот на эти все аргументы поэтому в комментариях пожалуйста пишите свои аргументы а я безмерно благодарна тем кто пишет комментарии поддерживает меня ребята вы реально меня очень здорово поддерживаете потому что я это делаю на свой не то что на свой страх и риск я это делаю вот я понимаю что это это страшно я понимаю что сейчас на меня набросятся вот эти вот люди которые считают по-другому да и мне опять придется выслушивать и оскорбление и все такое поэтому очень ценно когда я читаю ваши комментарии адекватных людей которые меня поддерживают я прошу вас не поленитесь напишите хоть пару слов что хотя бы вы поддерживаете мою позицию чтоб я понимала что я работаю не зря ну либо кто сомневается напишите что я пока сомневаюсь я хочу сделать выбор я хочу понять для себя да ну хотя бы вот что за такое оскорблять можете оскорблять я я знаю что это будет но конечно приятнее читать когда я вижу что поддерживают поэтому вот такая вот ситуация да не забывайте поставить лайк не забывайте поделиться этим видео если считаете нужным я свою работу продолжу насколько у меня хватит сил насколько мне позволит высший этот брат которые как мы знаем хорошо устраняет тех кто говорит против него что-то поэтому сколько насколько меня хватит я буду говорить вот такая история все ладно желаю вам хорошего остатка дня или там вечера или как в общем люблю вас всех очень сильно пока пока